Продукция О войнах, противостояниях, соревнованиях боевых машин и т.д. В общем-то без стрельбы и рукопашных схваток в этих играх сложно обойтись. Но неужели компания Технолог всегда ориентировалась только на такие игры? Нет конечно! Давайте посмотрим, что они выпускали еще! Всем привет! Вы смотрите видео с канала Важного Кота. И сегодняшний видеоролик будет посвящен настольным играм от компании Технолог, а конкретно настольным играм из того раздела, который в каталоге называется «Настольные игры для девочек». Вот такая стопочка из коробок. Здесь у нас 5 игр, у каждой свое название. Но я думаю, что по своей механике эти игры более-менее одинаковые. По крайней мере у меня создается такое впечатление, глядя на эти коробки. То есть для мальчишек у нас стрелялки-варгеймы, а для девчонок соответственно какие-нибудь бродилки или что-то в этом роде. Все эти игры выпускались с 2010 года и под тот самый рубеж примерно в 2014 году, когда компания Технолог в принципе перестала массово выпускать подобные вещи в коробочных вариантах. Ввиду того, что никто это не заказывает, а своих запасов у них на складах нет. Поэтому все эти игры я собирал постепенно, покупал их в различных интернет-магазинах, и сейчас еще можно найти их в некоторых магазинчиках, на некоторых ресурсах. Естественно, я дам ссылочки в описании, где можно найти те или иные игры, но я не обещаю, что вы найдете их все. Я не обещаю, что на момент просмотра вами этого видеоролика эти игры будут доступны. Они и то, возможно, не все доступны только лишь на момент снятия этого видео. За дальнейшей я уже ответственности не несу. Ну давайте приступим. Первая настольная игра для девочек. Конкурс красоты. Мисс Европа. Возраст 5+, логотип компании Технолог. И на обложке мы видим Мисс Россию. Сзади еще две девочки. Просто Франция и Мисс Швеция. Их снимают видеокамеры. Девушка стоит с букетом. Видимо, она победила. Вот такая минутка патриотизма. Мисс Россия выиграла. Настольная игра для девочек. Так, так. Старцов. Ничего интересного. Сзади у нас описание. У тебя есть возможность принять участие в конкурсе красоты Мисс Европа. Но для того, чтобы победить, ты должна научиться красиво ходить, со вкусом одеваться, пройти класс визажа и парикмахерского искусства. Мисс Европа – это увлекательная игра, развивающая стремление к лидерству и навыке общения. Мисс Европа легко осваивается и становится одинаково интересной взрослым и детям. Технолог 2009 год. Ну, может быть, я ошибся, называя сроки, когда выпускались эти игры. Очень непривычная коробочка. Внутри коробки. Январь 2010 года. Правила. Вот. Это все правила. Три фишечки, один кубик и поле для игры. Цена такой игры на момент ее покупки в районе 100 рублей. То есть она может стоить от 90 и около 120. Вот в этом диапазоне. Так. Играть можно вдвоем или втроем. Прежде чем победить, нужно будет пройти вот эти шесть залов подготовки. Перед началом игры установите свои фишки в левом нижнем углу на старте. Вот он, этот кружок старт. Само поле, как мы видим, разделено на квадраты. И точки, по которым ходить, вот такие кругляшки с циферками. И где-то даже что-то написано. Договоритесь, кто за кем будет ходить. Это, наверное, отсылка к такой женской логике. То, что женщины умеют договариваться. В пацанячьих играх обычно все решает кубик. И если не решает кубик, это решает сила. Кто сильнее, тот ходит первый. Но здесь нужно договориться. Дипломатия. Почередно бросайте кубик, передвигайте фишку на выпавшее количество точек по дорожке конкурса. Очень важно, где фишка заканчивает ход. Если на фиолетовом кружке, прочитайте. Ну да, да. Стандартная игра-бродилка. Выполнена в таком девчачьем стиле. Здесь везде какие-то платья, украшения, всякое такое. Но суть от этого не меняется. Игроки начинают с кружочка старт. И идут к кружочку ура-победа. И по пути они проходят, значит, кастинг, класс пластики, класс моды и стиля, класс визажа, класс парикмахерского искусства и непосредственно конкурс. По пути они могут встать на розовые кружочки, вот типа этого, в которых может быть что-то написано. Например, здесь ты прошла отборочный тур и фишка, вставшая на этот кружок, перескакивает туда, куда показывает стрелка. На синей кружочке, соответственно, нужно будет вернуться назад. Здесь вот, допустим, написано, забыла, портфолио, вернись назад. На фиолетовых это пропуск хода, опоздала на кастинг, пропусти один ход, написано здесь. И на оранжевых это, наоборот, дополнительный ход, у тебя все получится, ходи еще раз, написано вот в 37 кружочке. Обычная игра-бродилка, никаких дополнительных интересных событий на этом игровом поле произойти не может. Игры с такой механикой очень широко распространены, здесь ничего уникального я не вижу. Ну а фишечки, вот, обратите внимание, всего три штуки, вот такие вот граненые конусы, самые распространенные обычные фишки для игры. Сейчас компания Технолог, кстати, выпустила каких-то фигурки собачек, которые я пока еще в руках не держал, но я их видел. И вот такие собачки, я думаю, могли бы подойти к какой-нибудь подобной игре. То есть обычно настольная игра, и в ней его положить вот эти фигурки собачек, и чтобы девочки могли ими играть, передвигая по полю. Следующая игра называется Мой зверек, возраст 5+, Технолог, мы видим девочку, которая держит котейку. Настольная игра для девочек, пони нарисована, котики, даже поросенок есть. Дорогие девочки, самое время принять участие в выставке домашних любимцев. К участию приглашаются котята, маленькие декоративные поросята и карликовые лошадки. Но чтобы выиграть главный приз, нужно потрудиться и приготовить своего зверька. Сделать ему прическу, подобрать стильную одежду и аксессуары, сделать фотографию для жюри и пройти краткий курс дрессировки. Кто из ваших любимцев станет победителем? Внимание родители! Настольная игра Мой зверек понравится и детям, и взрослым. Игра развивает внимательность, усидчивость и навыки общения. Играйте с друзьями и играйте всей семьей. Коробочка слегка помята, потому что досталась видимо из каких-то запасов. Пролетела пол страны и попала ко мне в руки. Наполнение у нас тоже самое. Январь 2010 года. Правила игры на аналогичном листочке. Те же фишечки, три штуки граненых конуса и кубик. Стандартный технологовский кубик. И что же мы видим? Опять правила предлагают договориться, кто за кем будет ходить. И поочередно бросая кубик, передвигайте фишку на выпавшее количество точек. Очередная игра-бродилка. Но в этот раз у нас поле, смотрите, оно вот так вот располагается. Оно вертикальное. Старт в нижнем левом углу. И нарисован поросенок, пони и котик. И по всему пути следования в виде сердечек. На этот раз здесь нет нумерации. То есть вместо пронумерованных кружочков у нас теперь сердечки. Ну а смысл тот же самый. Если встает фишка на конвертик розового цвета, то получает возможность перескочить куда-то на более выгодную позицию. То есть перейти вперед. И везде что-то написано. Например, твоему зверьку не обойтись без стильных украшений. И сразу хоп, к домику аксессуары. Или нужно сделать модную прическу. Хоп, в салон причесок. Ну а соответственно синие конвертики это возврат назад. Где приглашение? Придется вернуться назад. Ой, боюсь. Скорее бежим от совы. Очень страшная сова, видимо. В общем, обычная игра-бродилка. И в конце концов победитель приходит. Обратите внимание, что здесь в этой игре нет проигравших. Здесь есть первое, второе, третье место. Опять-таки нет духа борьбы, как в варгеймах. То есть нет проигравших. Здесь все очень хитро. Вот так вот. Третья игра. Подарок феи. Настольная игра для девочек. Здесь у нас нарисована фея, единорог, замок. Все красиво, все радужно, цветочки. Логотип компании Технолог. Сказочная настольная игра для маленьких волшебниц. Ну и вот уже задник этой игры нам подсказывает, что это будет обычная бродилка. Потому что мы уже вот здесь вот видим часть, фрагмент поля настольной игры. Замок феи находится в прекрасном лесу, где живут сказочные существа и происходят загадочные события. Скорее отправляйся в путь. Ведь только та юная волшебница, которая доберется до феи первой, получит в подарок волшебную палочку. Ну и опять внимание у родителей. Подарок феи увлекательная сказочная игра, развивающая воображение, лидерские качества, аналитические способности. Игра настолько новая, что запечатана в пленочку. И опять ничего не меняется. Вы видите фишки, вы видите кубик. Апрель 2011. Это более свежая игра. Правила игры. Договоритесь, кто будет ходить. Бросайте кубик. Тырым-пырым. Вот здесь есть кое-какие изменения в правилах. Несмотря на то, что это все-таки обычная бродилка. В детстве я очень любил играть в подобные игры. Особенно, если вместе с такой игрой в комплекте шли какие-нибудь классные фишки, которыми можно было ходить. И это самый простейший вариант, наверное, настольной игры, которая может быть с кубиком и фишками. Это бродилка, обычная бродилка. Значит, здесь мы видим зеленые кружочки, по которым мы можем перейти куда-то на более выгодную позицию. Сократи путь, верхом на единороги, иди за клубком гнома и так далее. А есть еще красные стрелки. Помоги мышонку найти маму, возвращайся назад. Вернись за пуговкой, тоже возвращайся назад. Ну, что здесь есть еще? Здесь есть вот такой ход. Если ваша фишка закончила ход на желтом кружочке. Вот я так понимаю, цифра 29 это желтый кружочек. Расколдуйте меня, называется событием. Это значит, что вы замерли, посмотрев волшебное зеркало и зовете на помощь другого игрока. Дружба превыше всего. Слушайте дальше. Переместите фишку любого из игроков к себе на кружок. Расколдуй меня, зеркало не сможет заколдовать сразу двух человек. И следующим ходом оба игрока могут продолжать ход с этого кружочка в обычном порядке. Здесь есть победитель, выигрывает тот, кто первым доходит до 60-го кружочка, до финала. Получает волшебную фапалочку феи и превращает всех своих соперников в единорогов, наверное. Потому что благодаря этому одному единственному желтому кружочку конкурентная способность в этой игре очень сильно повышается. Вы только себе представьте, что один игрок встает на этот кружочек, а второй игрок уже где-то почти добрался до финала. И дружба превыше всего, прикрываясь такой прекрасной истиной, этот хитрый игрок просто берет и возвращает, потому что он может выбрать любого. И тот игрок, который был практически у цели, может проиграть в конечном итоге. Вот так, во имя дружбы. И еще здесь есть такой момент, как синие кружочки. Вот, допустим, цифра 18 – это обходной путь. Если фишка встала на такой кружок, то, соответственно, идти нужно будет по обходному пути, а не по основному. И, как правило, это либо сокращение, либо, наоборот, увеличение пути. Вот, допустим, с 13-го кружка можно сразу на 47-й перейти. Вот эта вот игра, наверное, самая забавная, благодаря одному кружочку желтому, который называется «Расколдуйте меня». Она учит действительно лидерским качествам, она научит детей, как, прикрываясь дружбой, утянуть товарища на дно, чтобы потом пройтись по его голове. Ну, вот просто объективно сужу про эту игру. Ну, и игры, которые меня бы привлекли в детстве благодаря своим названиям. Во-первых, это «Заколдованный лес». Настольная игра для девочек. Я думаю, что вот эта вот надпись для девочек, она многих пацанят отпугнула от этой игры только потому, что здесь написано, что это для девочек. 5+, технолог. Здесь у нас все антуражненько. Ночь полна луния. Маленький такой дракон. Здесь летучая мышка, фонарики и три юные особы. Здесь даже страшный оборотень есть с торцевой стороны. Для самых смелых, дружных и отважных. Ну, сразу бросается в глаза, что это опять-таки игра. Ходилка, бродилка. Вот они, мы видим здесь цифры, кружочки с цифрами. Раньше это был прекрасный лес доброй феи. Вот, видите, это, видимо, продолжение предыдущей игры. Лес доброй феи превратился в страшную чащу, потому, что самый наглый ребенок, который ходит по головам других, добрался до волшебной палочки. И вот, что стало с миром. Вот это вот обучающий элемент. Видите, когда зло побеждает. Но злые колдуни из соседних лесов позавидовали ей, заперли хозяйку в маленьком домике и наложили заклятие. Отворить дверь в этот дом сможет только храбрая маленькая девочка. Видимо, замок в этом домике родственник Назгулов из «Властелина колец». Колдуньи превратили добрый лес в зловещую темную чащу, где по тропинкам бродят оборотни, вампиры и прочая нечисть. Вряд ли найдется хоть одна девочка, которая решится войти в такой страшный лес. Думали ведьмы. Ведь они не знали про проект Х-23. Нет, на самом деле здесь такого не написано. Но они не знали о тебе и твоих подругах. Только вы сможете освободить добрую фею, чтобы она навела порядок в своих владениях. Отправляйтесь в путь. Добрые фонарики укажут вам короткие тропинки. На самом деле фонарикам не стоит следовать, потому что во многих легендах и мифах различных народов фонарики представляют собой умерших, падшие души, которые стараются завлечь путников куда-то в болото или еще что-то, чтобы они точно так же погибли, как и, собственно, эти самые души, превратившиеся в фонарики. Внимание у родителей. Заколдованный лес – увлекательная сказочная игра, развивающая воображение, смелость и чувство товарищества. Сейчас посмотрим, есть ли здесь такая вот клетка, которая называется «Расколдуй меня». Те же фишки, тот же кубик. Так, играть можно вдвоем. Договоритесь, кто за кем. Очередно бросаете кубик и так далее, и так далее. Да-да-да. В этой игре тоже есть кружочек события, который называется «Ой, боюсь». Это значит, что вы испугались и зовете на помощь другого игрока. Дружба превыше всего. Переместите фишку любого из игроков к себе на кружок. И вдвоем вам уже не так страшно. Поэтому все, кто вырвались вперед, бойтесь этой клетки. Точнее, этого кружочка. Потому что игрок, встрявший на этом кружочке, обязательно вернет вас назад. Да, определенно бы в детстве мне эта игра понравилась, потому что здесь есть классные элементы. Вроде оборотня, пень с красными глазами, диги кабан, дракон. Конечно, это все скомпоновано на компьютере. То есть, это какой-то коллаж не самых лучших иллюстраций. Ну, как мы видим, вот оно, то же самое поле. От 1 до 90 нам нужно идти достаточно длинный путь. И есть красные кружочки, которые возвращают нас назад. Допустим, злой оборотень, от которого нужно убежать от дикого кабана, от дракона убежать и от летучей мышки. А есть желтенькие кружочки, желтенькие стрелочки. Например, пень предлагает пройти «Проходи смелее крошка». Вот короткая дорожка. Или он в фонарике. А, это фонарики. Фонарик висит на пне. Сам пень бы, наверное, не пропустил крошку по этой дорожке. А клеточек, ой, боюсь, в отличие от предыдущей игры, здесь целых раз, два, три, четыре. Рядом с каждым монстром. Рядом с кабаном, оборотнем, драконом и летучей мышей. Вот такие вот синие кружочки, ой, боюсь. И каждый раз, когда кто-то встает на эту клетку, он может взять любого впереди стоящего игрока и вернуть к себе. Трам-пам-пам. Ну, а также здесь есть клетки с пропуском хода. Вот, допустим, клетка 10. Затаись-ка здесь пока чуток сон у паука. Забавные такие стишки по всему полю написаны. Вот это, наверное, игра все-таки самая интересная. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. И последняя на сегодня игра – это «Таинственный дом». Настольная игра для девочек. Возраст 5+, технолог. И две малютки стоят рядом с каким-то шкафом. И из-под шкафа, из теней на них смотрят маленькие пушистые черные комочки. Я не помню, как они называются в японской мифологии, но те, кто смотрели мультфильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, те должны помнить, что такие вот существа, они таскали уголь для того, чтобы работал котел. То есть, они работали на деда Камадзи, такого паукообразного старика. И точно такие же штучки, очень похожие штучки, были в мультфильме «Мой сосед Тоторо», которые прятались среди теней в щелях старого дома, куда приехала семья. Настольная игра для девочек и вот такой хитрый подмигивающий кот Эус. Здесь есть призрак. Девочка, которая очень широко раскрыла глаза. И все. Так, здесь будет уже более уникальная, но тем не менее, все еще продолжающая концепцию. Игр бродилок. Поле настольной игры. Настольная игра «Таинственный дом». Возле открытой двери старого дома безутешно плакал мальчишка. Оказалось, его воздушный змей зацепился за антенну, а лезть на крышу мальчишка боялся. Маленький еще. Да и мало ли какие страшилки могут выпрыгнуть из таинственных комнат. Три подружки решили помочь малышу. Тем более, что в этом таинственном доме жил дедушка одной из них. А ну, кто не испугается дедушкиных таинственных страшилок? И первым доберется до чердака для того, чтобы достать запутавшегося змея мальчику. Внимание родителей научит ваших детей смелости, внимательности и взаимовыручки. Но мы знаем, какая взаимовыручка в этих играх на самом деле. Это всякие клетки, ой, боюсь, волшебное зеркало, которое заставляет делать пакости. Ну нет, на самом деле, конечно же, конечно же, добрые дети никогда не будут возвращать своего более успешного оппонента, который вырвался вперед. К слову, фишки здесь чуть-чуть другие, они уже не граненные, они вот такие закругленные. Январь 2010-го. Первые двухсторонние правила. Двусторонний здесь что-то написано. Так-так-так, потому что, наверное, шрифт побольше. В этой игре тоже есть кружок, ой, боюсь, и дружба превыше всего. Когда ты встав на такой кружок, можешь переместить любого игрока к себе на кружок, и вдвоем вам уже не так страшно. То есть ты можешь либо взять коллегу, который отстает, и поставить на свой кружок, либо тот, кто вырвался вперед, должен вернуться назад на этот кружок, чтобы нам вдвоем не было страшно. Выигрывает тот, кто первым дойдет до самого верхнего кружочка с ладошкой. На этот раз у нас опять-таки вертикальное поле. Здесь нарисован старый дом, шаги у нас не пронумерованы. И начнем с самого низа. У нас есть клеточки вот такие вот в виде звездочек, солнышек, типа вот этой номер один. И когда фишка встает на такую клетку, нужно прочитать, что вот здесь вот сбоку написано под этой цифрой. Здесь написано, ой, какие скрипучие дверки у этого таинственного шкафа. А кстати, что там у него внутри? Всякое старье. Пропустите ход. Далее имеются опять-таки клетки, которые позволяют перелететь вперед на несколько шагов, либо наоборот вернуться назад. Такие белые следы, белые шажочки, это называются тихие шаги. Встали на первый этот шаг, дальше передвигаются по одному шагу, то есть идет тихо. И при этом не бросает кубик. Ага, вот она эта клетка, ой, боюсь. И до самого верха девочкам предлагается идти в доме заполненном котами и страшными черными вот такими пушистиками. Вот так вот, друзья, мы с вами узнали такой не очень популярный пласт продукции компании Технолог, как настольные игры для девочек. Надеюсь, кому-то это видео показалось полезным. Я же его больше делал по истории, чтобы все интересующиеся компании Технолог смогли узнать, какие игры еще, помимо всяких варгеймов, компания Технолог выпускала. Да, выходили когда-то вот такие обычные игры-бродилки, но от компании Технолог. Сейчас же даже такого не производится, к сожалению. На этом все. Ставьте лайк, если понравилось данное видео. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте видео. С вами был Важный Кот. Пока.